Сергей привет привет у нас был десятидневный ретрит на сахалине много медитировали много обсуждали говорили о практике цигун медитации психики теле но и у всех этот процесс был своим то есть каждый практиковал отталкиваясь от своего опыта и так далее у всех что-то свое происходило ты уже много раз был на ретритах и давно занимаешься расскажи каким для тебя был этот процесс очередной и что в нем для тебя было ценным в этом процессе какие как бы может быть точки яркие для тебя происходили вот давай с этого начнем да давай начнем ретрит был как всегда очень странным не таким каким хотелось очень долго ждал ретрит но были яркие моменты яркие важные по важности яркие то есть первый это был интересный опыт я впервые решился на практику неедине до этого у меня большие страхи с этим были потому что первый опыт был очень печальный вот в этот раз меня получилось воздерживаться от еды на протяжении трех дней были физические обострения но не такие смертельные как я думаю у меня получилось с ними справиться и я получил два для себя результата то есть первое это на физическом уровне ярко вылезла физическая проблема связанная с отсутствием еды и в практике получилось расслабить эту проблему физическую мышечный спазм после чего начались какие-то изменения интересных теле из которых не было бы этого никогда то есть на проблему с крестцом с позвоночником с напряженными видимо связками они видимо начали отпускаться расслабляться вот второй важный более важный момент был то что на фоне отказа от еды плюс у меня еще тогда был отказ от курения все уже месяц не курил а зависимость была плюс без спиртного тоже где-то месяц я находился плюс у меня не было компенсации в виде игры то есть я еще играю периодически в онлайн игры как бы и есть все эти компенсационные какие моменты в жизни яркие и вот на протяжении этих трех дней то есть у меня всех этих компенсаций не было то есть и у меня я очень 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 ярко заметил внутреннюю жажду это мощное желание непонятно чего правда то есть самое самое интересное что вот наконец-то именно я его увидел как не считать чистое и которому в принципе не нужно привязывать никакие из этих компенсаций просто она есть это вот жажда и я допустил такую идею для себя интересно что возможно вот это вот желание вот эта жажда это есть некая заложенная изначально энергия которая побуждает нас к развитию нашему ведь это на самом деле жажда развития нашум ее интерпретирует и пытается как-то компенсировать посредством чего-либо добить эту жажду чем-то курение курение алкоголя еды и так далее то есть и но я это вот реально смог осознать только когда всего себя абсолютно этого лишил и плюс была на фоне практики вот обязательно у меня была возможность во время самих медитации то есть я не так сильно страдал от этого чувства но и при этом было время именно ее поизучать потому что она была очень громкая и стабильная сила вот это вот такой был один очень важный момент в принципе вот эта проработка у меня большую часть ретрита и заняла потому что я долго пытался входить в отказ от еды потом еще долго выходил меня это заняло там почти 7 дней но результат интересным то есть я буду повторять эту практику опять же чтобы повзаимодействовать направлена вот этой жажды я просто помню же да что когда ты первый раз пытался ее делать такая небольшая предыстория чтобы было понятно что у тебя это довольно сильный процесс был к которому ты был сильно привязан в плане вот еды твое тело очень ярко гораздо ярче чем там у других людей например да когда реагировала на отсутствие еды в виде как какая реакция была это был сильный очень стресс сильный стресс и физическая боль где-то там в желудочно-кишечном тракте область поджелудочный кишечник там все меня сильно спазмировала так что даже при первой попытке я даже в больницу попал хотя в итоге ничего не нашли никаких отклонений и вот в этом раз психологически это спустя сколько лет получилось у тебя лет 7 на 8 прошло но ты не пробовал я за эти 8 лет вообще даже не подходил даже мысли не допускал а вот что это может получиться вообще когда вот она этот ретрит когда ехал в принципе я уже изначально допускал что я попробую потому что я уже чуть-чуть поработал с вопросом курение алкоголя если в принципе были результаты позитивные друзья видел что можно работать с этой жаждой можно убирать привязку объект ну и вот в общем получилось как как то так то есть не такая же как многие у них там и по 7 дней они могут не есть но мне хватило трех дней чтобы уже какие-то результаты получить и в дальнейшем буду повторять вот второй яркий был момент важный для меня это непосредственно и осознавание себя как процесса восприятия то есть я в одной из практик мне пришла такая мысль но мысли не просто как бегло и на мысль осознание что проживание да да то есть что блин так я же как бы есть восприятие то есть это не мое тело через мои глаза и ум что-то воспринимает а я есть это восприятие вот была такая мысль прожитая и на следующий день у меня получилось ее в практике я направил на эту мысль внимание и я действительно себя стал осознавать как сам процесс восприятия никогда не было что ты чувствовал я абсолютно ничего не чувствовал то есть не это не какой-то яркий переход или вообще в принципе это обычный переход очень несложный и быстрый незаметный можете сказать даже но мысль убежала момент ну про восприятие да про процесс восприятия когда ты осознавал себя процессом восприятия что что в этот момент как это было что ты переживал как ты воспринимал свой ум и его процесс я когда начал себя воспринимать стал осознавать самим процессом восприятия то есть даже не воспринимающим каким-то началом у меня такого этапа даже не было а именно просто как процесс сам что я воспринимаю без субъекта получать не было еще привязки субъекту да то есть к тому что кто воспринимает поверхностно да да то есть я не прожил это каким-то глубоким способом но поверхностно да было то есть ощущение что привязки нет и действительно привязки не было ни к чему что происходило моментом с моим делом с мыслями с этими с эмоциями то есть я вообще пришла идея понимания типа зачем вообще тогда нужно меня как процесса восприятия вот к этому телу в котором что-то происходит возникает все эти там старая попытка это изменить преобразить вообще в принципе для тебя как процесса восприятия вообще не важно процессы восприятия не становится ни больше ни меньше вообще было даже какой-то небольшой виде небольшого глюка то есть я понимал что этот процесс не только шанти воспринимает через мое тело через мой ум через мои глаза органы чувств а что я могу ли это восприятие перемещать астабировать и запустим что мое восприятие это твое восприятие в этот момент ну вот и в этом интересный момент очень важный то что этот процесс не какой-то сложный процесс перехода процесс перехода до его практически может и не быть потому что он сейчас есть есть сейчас я всегда бы но пока пока у меня не получилось его там больше чем два раза повторить закрепить когда все таки все таки как бы к нему нужен ну как-то 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 приходить все-таки к нему нужно то есть это у меня проявилась она скорее всего как-то спонтанно я не знаю так как это повторить намеренно но с другой стороны я понимаю что это очень очень простой процесс он по-любому будет повторяться и он есть и был и будет ну вот как-то вот у меня два таких момента ярких за ретрит что мне это еще дало это понимание что связано с восприятием что мы есть восприятие то что можно меньше заморачиваться теперь какими-то преобразованиями своей личности то есть вот прокачивание каких-то навыков то есть я думал что это прям важно и необходимо для этого да что это нужно для этого это вообще чем больше не связаны что ты если там типа чем больше ты прокачаешь свою личность тем значит ты быстрее да реализуешь особое какое-то восприятие особое состояние да да вот та самая притча про шестого патриарха дзен хуйнена нет никакого зеркала не надо его протирать до что когда один из учеников пятого патриарха написал гадху стих описывающий процесс практики медитации или суть практики медитации что мы есть наше тело это дерево дерево по моему или подставка наш ум это зеркало и поэтому нужно а и на него оседают пылинки значит нужно это зеркало регулярно протирать чтобы зеркало было чистым потом пришел хуйнен и попросил написать свой ответ на стих нет никакого дерева нет никакого зеркала поэтому не нужно что-то постоянно нужно протирать это точно ну действительно в момент вот переживание состояние состояние наблюдателя как я его называю это момент в котором ты не личность ты за ее пределами находишься и действительно понимаю что как бы ты там с личностью что не делал она не имеет никакого отношения к вот этому переживанию к вот этому состоянию или к наблюдателю ну метафорических наблюдателю потому что субъекта то в этот момент нет какого-то это интересно на так что так что дорогие друзья сам развить это хорошо развитие личностных качеств но к практике медитации это прямого отношения не имеет это парадокс на самом деле но здесь важный еще момент что все-таки личность это мы пользуемся и ты можешь на нее влиять ты можешь ее развивать там делать более удобный для себя но не нужно напрямую связывать развитие личности и вот реализацию практики медитации в этом особого состояния это да да то есть я получил какой важный эффект от этого состояния от осознавания себя восприятием кратковременно исчез фоновый стресс который был накоплен пришло понимание что страхов нет никаких а это очень важно то есть если ты будешь на опыте как бы это проживать и будешь знать это то жить просто станет гораздо легче потому что не будет будет меньше страха то есть ты всегда можешь вернуться в это состояние и понять что она не зависит ни от твоего тела и мы говорим он в принципе не нужно никакие твои взаимоотношения там страхи стрессы и так далее все это не нужно а если мы уберем страхи ум если расслабиться успокоиться не будет бояться то любые изменения он будет моментально делать какие вы захотите переобразовывать но это только через это состояние ну да вот я просто продолжаю размышлять то о чем мы говорили про про личность и это что в буддийской традиции говорится о том что личного просветления не существует что это не прерогатива личности вообще это не это не функция личности освободиться у тебя лично не получится твоей личности нет такой функции в принципе освободиться от страха освободиться там от чего-то еще потому что функция личности это как раз таки бояться развиваться личность опираясь уже на опыт до состояния она сможет по крайней мере минимизировать все это воздействие минимизирует она будет опираться на вот старшего брата так скажем да в случае чего-то раз меня здесь нет если что-то пойдет не так и никогда не было интересно ну так что вот так дорогие друзья такие ретриты по цигуну медитации такая вот практика медитации в школу школе у даупай и пока пока